с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 29 сентября всемирный день сердца наше время врачи часто встречаются в своей практике сердечно-сосудистыми заболеваниями гипертония инфаркты инсульты очень важно знать методы предупреждения этих болезней хотя люди обычные люди в этом плане как правило ленивы и невнимательны по отношению к себе некоторые изменения в образе жизни способны предотвратить более трех четвертей смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и до 40 процентов смертей от онкологических заболеваний время задуматься также в россии сегодня отмечается день отоларинголога ну и о родившихся 106 год до нашей эры в этот мир приходит гней помпей великий римский полководец семьдесят первом вместе с красом подавил восстание спартака шестьдесят седьмом уничтожил пиратов средиземноморье разбил метридата 6 евпатора в шестидесятом году заключил первый триумферат с цезарем и красом сорок девятом изменил договоренность им триумферата и занимает сторону сената после вторжения цезаря в италию был убит при попытке бегства в египет не жизнь а сплошная борьба в 1547 году родился мигель де сервантес всемирно известный испанский писатель ну и прежде всего хорошо нам всем известный как автор одного из величайших произведений мировой литературы романа хитроумный идальго дон кихот ломанческий 1573 год день рождения караваджо микеланджело миризи итальянского художника реформатора европейской живописи 17 века основателя реализма в живописи одного из крупнейших мастеров стиле барокко одним из первых он применил манеру письма киару скура резкое противопоставление света и тени караваджо обладал вспыльчивым нравом и несносным характером его жизнь сопровождалась скандалами потасовками и тюремными заключениями так 1606 году в драке художник убил противника сам был ранен и сбежал на мальту там он вдруг стал рыцарем мальтийского ордена но тоже бежал из-за очередной драки спрашивается а когда он успевал писать картины 1901 год день рождения нрика ферми американского физика итальянского происхождения одного из основоположников квантовой физики лауреата нобелевской премии по физике ему первому удалось осуществить цепную ядерную реакцию в реакторе и он является одним из создателей фактически первой атомной бомбы 1904 год день рождения николая островского писателя как закалялась сталь рожденные бури его произведения микеланджело антонионе родился в 1912 году выдающийся итальянский кино режиссер и сценарист классик европейского авторского кино как о нем говорили поэт отчуждения и некоммуникабельности в ряд премии оскар за вклад в искусство кино в течение жизни снял незабываемые картины среди которых профессия репортер пассажир любовь в городе и другие 1913 год в этот мир приходит стэнли краймер американский кинорежиссер продюсер актер автор таких остросоциальных шедевров как нюрнбергский процесс пожнешь бурю корабль дураков этот безумный 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 мир не склонившие головы а в 1936 году рождается аладимидова актриса служили два товарища щит и меч бегство мистера маккинли приключения шерлока комсы и это только кино работы а сколько театральных лех валенца родился в 1943 году польский политический деятель активист и защитник прав человека первый руководитель профсоюза солидарность потом президент польши электрик по профессии который в итоге стал лауреатом нобелевской премии мира в 1976 году рождается легендарный украинский футболист андрей шевченко выступал за киевской динамо милан и лондонский челси заслуженный мастер спорта украины награжден высшей государственной награды герой украины в 2003 стал первым украинцем который выиграл лигу чемпионов обладатель золотого мяча 2004 года приза который вручают лучшему футболисту европы один из самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все сезоны о некоторых событиях дня 1227 год папа римский григорий 9 вторично отлучил от церкви немецкого короля фридриха второго который считал себя светским главой всего христианского мира настаивая все правители должны признавать его верховенство до самой смерти фридрих второй был отлученным от церкви и вел борьбу против папы который называл его антихристом и даже сыном дьявола 1650 год в лондоне генри робинсон открывает первое в мире брачное агентство одним из первых клиентов становится сэр джон даймли который пожелал создать семью с молодой женщиной и подал объявление дама должна обладать состоянием в 300 гений ну по нынешнему курсу это примерно полмиллиона долларов неважно является она девственницей вдовой или беременной от бывшего мужа первые брачные объявления были напечатаны 19 июля 1695 года великобритании популярном сборнике как улучшить хозяйство и торговлю джона холтона ну например джентльмен 30 лет от роду объявляющий что он обладает значительным состоянием желает жениться на молодой даме состоянием приблизительно в 30 тысяч и готов заключить на этот счет соответствующий контракт 1897 год в театре олимпо буэнос-айрес на примере спектакля креольский суд было впервые исполнено танго мало кто из вас знает что первоначально это был абсолютно мужской танец африканских переселенцев а вот парным он стал гораздо позже 1916 год американец джон рокфеллер основатель компании стандарт ойл становится первым человеком в мире чьи доходы достигают одного миллиарда долларов тех долларов в 1938 году в этот день начинается конференция в мюнхене она будет идти до 30 сентября на которой британский премьер-министр не вел чем берлин французский премьер-министр эдуарда до ладье адольф гитлер и бенита муссолини приходит к согласию по вопросу о немецкой военной оккупации судетской области при условии предоставления гарантий неприкосновенности границ чехословакии по прибытии в лондон чем берлин заявляет что он привез почетный мир и говорит о своей вере в то что это будет действительно мир для всех ошибся 1941 год гитлеровцы начинают массовые расстрелы в бабьем яру только за два дня здесь было уничтожено 34 тысячи невинных людей как полагают одни исследователи всего здесь было убито свыше 150 тысяч человек по мнению иных историков в бабьем яру только евреев расстреляли около 150 тысяч киевлян и жители других городов украины из бабьего яру удалось спастись всего 29 людям ну и последнее 1943 год в японии вынесен приговор по делу легендарного советского разведчика рихарда зорги арестованного в октябре 41 года суд установил что зорги его группа занималась спионажем в пользу ссср впрочем сам зорги этого уже не скрывал и суд приговорил его к смертной казни зорги казнили только в ноябре 44 все это время японские власти пытались обменять его нарисованных в ссср японцев однако москва неизменно отвечала что никакой такой зорги ей неизвестен сообщением рихарда зорги из токио не доверяли его жена екатерина александровна максимова в октябре 42 года была арестована нквд за связь с германским шпионом зарги именно так было написано в деле и менее чем через год умерла красноярском крае ну а потом никита хрущев все изменит и зорги станет героем советского союза с вами был николай пивненко в проекте дата